Продолжая плановые проверки, инспекторы отдела потребительского надзора Госстандарта посетили магазин Бабаевский, расположенный на турбазе. Здесь нарушено товарное соседство продуктов, температурный режим. Вы можете видеть, здесь рыба, это форель горячего копчения, по моим предположениям, и мясо копченное. Тоже без сопроводительных документов, то есть мы не знаем, кто его производитель, когда было произведено мясо, то есть когда его коптили хотя бы, и когда срок вышел. Потом здесь вот получается, ну, холодильник, он вообще не морозит, то есть, наверное, перегружен, поэтому. Также вот с оленя, нет никакой информации о его производителе, о сроках его годности. Также была выявлена продукция без маркировки и с истекшим сроком годности. То есть вся продукция не маркирована, мы не можем установить производителя сроки годности, когда продукт был произведен, из чего, что содержится внутри, то есть нет никаких данных. Очень распространенная ситуация. Мы настоятельно рекомендуем, уже предупреждали пару лет назад все магазины и всех ИПшников, предпринимателей, о том, чтобы не принимали продукцию без сертификата качества. Если у производителя есть сертификат, автоматически это значит, что продукт качественный и не угрожает здоровью и безопасности потребителя конечного. Итоги инспекционной проверки в магазине Бабаевский подвел начальник отдела сертификации продукции госстандарта Иналла Квилава. Есть, да, незначительные какие-то нарушения, но все будет заактировано и передано руководству данного предприятия, магазин. Сотрудники госстандарта посетили магазин в новом районе. На данном объекте тоже был выявлен ряд нарушений. Это отсутствие маркировки и ценников даты изготовления, окончания сроков годности. На данный момент мы наблюдаем, что некоторые виды продукции, такие как сурджук, производство Армения, без сертификата в качестве, естественно, без даты не указанного окончания срока годности. И на вид мы можем установить, что эта продукция уже давно просрочена. Икра тоже просрочена, 0,3-0,8-2020 года. Бастурма неизвестного происхождения не можем установить. В Абхазии это произвели, в России откуда-то привезли, неважно. Нет тоже окончания срока годности, скорее всего, лежит уже в магазине с 0,3-10-21 года, скорее всего, тоже просроченная. Здесь также была произведена контрольная закупка для сравнения цен на прилавках и у кассы. Цены совпадают. С разрешения управляющего инспекторы провели денатурацию просроченных продуктов. Ну а после посетили склад. Не функционирует кондиционер, тут, скорее всего, нарушение температурного режима, что приводит к быстрому окончанию срока годности любой продукции, которая здесь хранится. А так, визуально, товарное соседство, можно сказать, удовлетворительно. Единственное, отсутствуют поддоны на полу. Продолжая проверку, инспекторы также посетили еще один магазин, расположенный в новом районе. Инспекция проводится, чтобы пресечь нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей и правил торговли. Сначала специалисты решили проверить соответствие цен на прилавках и у кассы, поскольку по этому поводу от потребителей поступает немало жалоб. В этом плане нарушений выявлено не было, но цены на прилавках в разброс. Пожалуйста, в чем ваша проблема сейчас? Что у вас? В ценах путаетесь, да, из-за того, что... Не, ну ты вот, смотри, если видишь, вот, написано, вот, вот. В данный момент мы видим заявленные цены, они тут разбросаны, и непонятно, какой продукт чувствует, какая у него стоимость. Вот мы видим в реальности, что потребитель не смог определиться с ценами и не приобрел даже данную продукцию, потому что он реально, вот, да, разброс и непонятно, что сколько стоит. В ходе проверки была обнаружена продукция с истекшим сроком годности, к тому же кое-где была нарушена целостность товара. Эта продукция не подлежит реализации, вот вы видите. Даже у него есть сроки нормальные, целостность нарушена, уже это подлежит пересмотру, это продукция. Ну, руководителям заявлено, что эта продукция у них как бы уцененная, но мы сейчас это проверим. Оно должно лежать на отдельной полке с надписью «Акция», там цена может быть употреблена вторично для каких-то других целей. Но этого не было, да? Не было, на данный момент, на момент проверки не было. Была выявлена и продукция неизвестного происхождения, которая заявлена как коньяк. Мы проведем отбор про продукцию не сертифицированно, без маркировки, неизвестного происхождения. Зачастую много вопросов с ними возникает. При лабораторных испытаниях они обычно наши лаборатории ведут как неизвестная жидкость, неизвестного происхождения. Также на некоторых продуктах отсутствует соответствующая маркировка, сертификат качества и налицо нарушение условий хранения. Как известно, госстандартам регулируются цены на социальные продукты – хлеб белый высшего сорта и серый первого сорта. При проверке оказалось, что в некоторых случаях было отклонение в весе. И это уже нарушение со стороны производителей. Вес отклонения хлеба был не менее 600 грамм. А поставщик один получается? Да. Ну, это уже вопросы будут поставщиков, и в том числе при обязанности. Инспекторы с разрешения управляющего магазином произвели динатурацию просроченных продуктов, то есть испортили товарный вид. Инспекторы также проверили склад, где хранится вся продукция. Первая химия, молочная продукция. Вот мы сейчас тоже им предписали, чтобы они отделили в одну сторону химию, и молочную продукцию обязательно надо разделить, ну, разложить на правильной форме только. Уже наглядно, что видно из нарушений. Ну, вот, что, национальная температура хранения 2-4 градуса здесь. Да, в данный момент вот уже не соответствует температуру, то есть срок годности данной продукции мгновенно сокращается. Итоги инспекционной проверки в магазине подвёл начальник отдела потребительского надзора госстандарта Георгий Тарба. За нарушение правил торговли это будет штраф от 1200 до 1800 рублей. И вся эта продукция будет отобрана, вынесена с данного объекта, и денатурирована, и утилизирована, точнее. То есть будет испорчен товарный вид. В рамках реализации работы по защите прав потребителей Госкомитет по стандартам потребительскому и техническому надзору будет проводить плановые инспекции и на других объектах. По всем вопросам нарушения прав потребителей можно обратиться по телефону 222-5458-777-5458. Лаура Капш, Алексей Боструков, Абхазское телевидение.